ну да давайте перейдем каким-то может быть это немножко сложно к более простой идее значит мартин пар фотограф магнума но периодически он делает такие серии он пожалуй не называет это проектами хотя на самом деле это каждая такая серия по сути дела является проектом у них месседжи довольно простые можно в магнуме все очень удобно магнуме действует целая команда которая ну классифицирует фотографии каждого фотографа по темам и раскладывает по альбому одна и та же фотография может попасть в разные альбомы но каждая каждый альбом это определенная тема делают они это ну будем говорить так достаточно примитивно но но тем не менее иногда получаются и ну такие какие-то глубокие вещи особенно когда сам фотограф вкладывает какую-то идею и вот в одном из таких проектов я буду тоже называть проектами который называется скучающие пары мартин пар исследовал опять же отношения между людьми он фиксировал людей которые пришли вместе в общественные места ну или ресторан или кафе или на пляж или там не знаю в горы вместе пошли в общем куда-то куда-то где их могут видеть одним словом и выбирал те из этих фотографий которые казались ему чем-то странными видите видите мальчишки друзья пришли посидеть супруги видите они как бы вместе да они пришли вместе но они совершенно не интересуются друг другом и это 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 вот конкретно эта фотография фотографии шутка здесь мы видим самого молодого мартина пара который позирует в этом сам себе но просто он вообще большой шутник он любит всякие такие подставки он приезжал в москву с мастер-классом и я его спросил почему он коллекционирует или кто-то не помню я тоже задавал какие-то ему вопросы было много вопросов всяких и он он тогда коллекционировал тарелки с изображением королевы я говорю ну а зачем как бы вы чего очень любите королеву вот он говорит нет ну представьте себе говорит он это же класс когда вы берете там овсяную кашу и кладете ее на эту тарелку ну представьте лицо королевы это же классно кто-то придумал изображать королеву на тарелке он же понимал что будет когда положить овсяную кашу на тарелку вот значит и в общем шутник большой и вот он снял эти вот так называемые скучающие пары как некий такой вопрос а действительно ли мы находимся с теми с кем мы реально близки рядом действительно ли мы нуждаемся в этих людях правильно достаточно ли количество внимания мы уделяем тем людям которые которые близки потому что вот вот например есть такая тема количество общения и качество общения да то есть люди могут общаться может быть немного но очень качественно получать от этого удовольствия взаимные бывает так что дети требуют непрерывного внимания какого-то такого а другие дети удовлетворяются небольшим значит качество внимания их удовлетворяет вот и об этом тоже этот такой этот проект вот ну и как бы такой колокольчик люди будьте внимательны к тем кто кто вам близок так какой-то вопрос появился вопрос по проекту пара в общественном месте пар ведь согласились на съемку это ведь игровые съемки если нет то какова механика да да это случайные люди в основном то есть это в подавляющем числе большинстве случаев это не постановочная съемка это просто вот значит есть какая-то вечеринка или есть какое-то там общественное место люди сидят в кафе их фотографирует кто-то это абсолютно нормально как бы все время это вижу вот и ничего тут такого в общем-то нет можно вообще более того я вот скажу что есть люди которые сами ничего не клик не фотографируют а только коллекционируют фотографии есть коллекционеры и они умудряются набрать таких фотографий довольно много люди фотографируют близких потом это кажется никому не нужно отпечатанные фотографии выбрасываются то есть вот или или отдаются ли продаются то есть это все как бы источники таких подборок проектов вот но в данном случае это просто это типичная мартин паровская съемка он фотограф фотографирует совершенно открыто и людей это им совершенно не трогает но вот смотрите это же это не постановка они ничего не соглашались просто там сидели у меня есть много таких фотографий откровенно говоря я как первенство не не буду оспаривать первых впервые увидел этого мартина пара там но могу открыть сходу могу открыть альбом найти похожую фотографию то есть это обращает на себя внимание понимаете вот то есть независимо но несколько позже после мартина пара такие вещи я тоже снимал то есть как бы нормально абсолютно и люди спокойно и да даже я бы сказал так но в израиле это вообще очень спокойно то есть вообще без всяких проблем редко редко кто-то скажет нет не надо ну и все убираешь камеру он не хочет там и тогда в германии люди охотно улыбаются давай продолжай фотографировать мы не будем на тебя обращать внимание пожалуйста очень часто так вот была реакция на меня во многих странах во вьетнаме вообще говорят дай давай давай мы давайте попозируем там и тогда портит всю строк всю съемку таким образом есть самый разный вариант да совершенно верно это это вариант фото охоты по сути дела и многие фотографы этим промышляет мартин парфу да этим славится это такое то что то как бы моменты найдены на улице вот тоже между прочим вопрос важный представьте себе как работает мартин пар у него в голове есть любимый тему собственно я тоже так работаю огромное количество фотограф так так думает значит вот у меня есть любимые темы такая 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 там у меня все главе в голове чтобы я не забывал я это все оформляю в виде альбомов даже на фейсбуке чаще всего всего в альбомах лежит в других источниках то же самое все все альбомами и значит у нас вот это как свалка туда сваливается все подряд потом если нужно что-то такое опубликовать или выставка или еще что то такое делается отбор лишнее выкидывается когда мы идем гулять чаще всего берем камеру и в голове у нас лежит наборчик интересных тем и вдруг что-то выпадает и получается так что случайных фотографий мы практически не делаем мы делаем либо под этот проект либо под этот проект либо в общем какой-то список тем и эти темы выбраны заранее мы уже знаем зачем мы взяли фотоаппарат примерно вот и вам рекомендую тоже так делать вот взяли свои фотографии вот которые у вас есть попробуйте разложить их по полочкам это про это это про это это про это это не знаю про что вот не знаю про что отложите отдельно пока может быть потом выстрелит а может быть не выстрелит то что вы знаете вот это вот для этой кучки для этой кучки для этой кучки все начинайте складывать следующий раз вы поднимаете камеры и говорите ага у меня такая кучка есть и делать эту фотографию все прекрасно приходите домой обрабатывайте или не обрабатывать как вам больше нравится и складывать и и и туда и сюда и так и так и так мне в фейсбуке точно так же у меня практически нет случайных фотографий если я хочу показать что-то новое то все его новый проект вот для этого я пока я буду показывать то-то и то-то и когда я хочу показать именно это место для того чтобы люди туда поехали и чет такое тоже увидели вот так бывает не все что я фотографирую это проектная деятельность вот ну одним словом заговорился но мне кажется лирическое отступление было важным